Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Вятские дороги просят уборки, ижевские кондукторы к нам не приедут, в Кирове пластик поменяют на жизнь, а в Бахте открытие – исправительный центр для осужденных. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Кировчане жалуются на зауженные дороги. На путепроводе в чистых прудах вместо трех полос осталось полторы. На соседних полосах устроили снежный полигон. Весь снег с дороги сгребли на обочины. А вывозить его, судя по всему, не планируют. От этого в часы пик здесь создаются заторы. Такая же проблема на Зональном, на улице Московской и на Юровской. Про снег, брошенный на дороге, судя по всему, забыли. Хотя при этом же администрация города о вывозе снега с улиц собирается сообщать даже в общедомовые чаты. В мэрии сообщили, что ГДМС возобновил работы по уборке дорог. Сначала обещают делать упор на зауженные участки, потом пойдут на магистральные дороги. Подрядчик говорит, что работы по снеговывозу теперь будут планировать по-новому. Сейчас принято решение о том, что будем формировать график объемный такой по улицам на 5 дней и выкладывать также это в СМИ, чтобы это распространялось в социальных сетях и чтобы информацию доносить в том числе через теруправление жителям, через чат. ГДМС по-прежнему считает, что в зауженных из-за снега дорогах виноваты в основном припаркованные машины. Подрядчик теперь недоволен даже помощью эвакуаторов. Говорят, что на перемещение или на эвакуацию машины уходит, ну, слишком много времени. На чаты и объявления на подъездах домов у ГДМС, видимо, большие надежды. Киров пассажир автотранс так и не дождался ижевских кондукторов. В середине декабря компания заключила договор оказания услуг по сбору платы за проезд пассажиров с фирмой из Ижевска. Она называется ООО «Фабрика кадров». И там ровно один сотрудник. Как сегодня в своем телеграм-канале сообщил бывший директор АТП Денис Пырлок, ижевские кондукторы к нам так и не приехали. Кстати, именно бывший директор и говорит, что у «Фабрики кадров» в штате только один сотрудник. А выручка предприятия за прошлый год составляет 49 тысяч рублей. Прекрасное предприятие. Возможно, новый директор КПАД сможет уговорить ижевских кондукторов начать работать. Ну или вообще расторгнет этот контракт. Решили кардинально поменять жизнь. В области открылся еще один исправительный центр. Это специальный изолированный участок, где будут жить осужденные. Кто-то отбывает срок за грабеж, кто-то за разбой. Есть те, кто до этого провел несколько лет в колонии строгого режима. Исправительный центр появился в Бахте прямо в самом селе. Мужчины уже приехали, обосновались и даже устроились на работу. И им разрешено практически все. Даже выезжать в город на прогулки. Я вот как раз пишу сейчас заявление, что вся комиссия уедет, чтобы в магазин сходить, приобрести продукты, питание. Артем прибыл в исправительный центр из Екатеринбурга. Там он отбывал наказание за разбой и грабеж. В колонии строгого режима мужчина провел 9 лет. Сейчас ему 42 года. Больно много. Просидел 9 лет. У меня общий срок 10 лет. Я просидел 9 и как бы сам захотел пройти адаптацию. Как бы привыкнуть к свободе, к людям, к работе. Чтобы потом было полегче. Артем еще год будет отбывать наказание в центре. Его устроили на местное предприятие грузчика. В исправительном центре свой распорядок дня. Кроме работы у осужденных есть личное время, которым каждый распоряжается по желанию. В центре они могут смотреть фильмы, слушать музыку. Для этого есть специальная комната. Я бы хотел спортом заниматься. Куда они как бы это планируют в личное время. Пока как бы с родителями общаюсь, с женой, с сестрой. С родными мужчины держат связь. В центре это не запрещено. У каждого есть мобильный телефон с выходом в интернет. На выходных они могут ездить в гости к родным. Такое ведь наказание не предусматривает изоляцию от общества. Если есть разрешение, они могут выезжать и в город. Изолированный участок. То есть нам не могут попасть просто так с улицы люди. То есть все равно вот мы посредством домофона общаемся. Кто прибыл, цель прибытия. Внутри центр похож на общежитие. Несколько комнат, душевые кабинки. В ванной стоят стиральные и сушильные машины. На кухне холодильники и микроволновки. За порядком в центре следит Анатолий. Он тоже прибыл сюда отбывать наказание. Это я смотрю здесь за порядком. То есть в привыкших сюда лиц рассказываю, где то, что у нас. Я в основном смотрю за порядком на территории и в основном общежитии. За свою работу мужчина получает деньги, как и все жильцы исправительного центра. Со своей зарплатой мужчины надеются накопить на жизнь после отбывания срока. От 5-20% зарплаты осужденные будут отдавать государству. Платить придется и за коммунальные услуги. Ну и конечно еду, одежду, все бытовые средства проживающие в центре будут покупать за свой счет. В прошлом году такой же исправительный центр планировали открыть в Мурыгина. Но тогда местные жители высказались против появления осужденных в поселке. В Бахте недовольных по этому поводу не было, а местные знают о новых соседях. То есть жители здесь были предупреждены, то есть у нас, видите, здание находится в отдаленности, никаких вопросов, никто жителей, никаких проблем нет. То есть посещение магазина, я уже как бы там интересовался, в магазине никаких нет, все вежливо, все корректно, приходят, покупают продукты и уходят. Пока в центре живут только 13 осужденных, но здание рассчитано на 85 человек. Это третий исправительный центр в области. Первые два находятся в Кирово-Чапецке и в Ахрушах. Надежда Алюшина, Никита Возецов, информационный канал «Город». Благотворительный фонд «География добра» снова приглашает кировчан принять участие в акции «Пластик в обмен на жизнь». 14 января в ТЦ на улице Луганской волонтеры организуют сбор вторсырья. Его потом сдают на переработку, а вырученные деньги направляются на лечение детей. На этот раз акция будет проходить в поддержку жительницы Кирова Марины Тороповой. У девочки ДЦП и ей необходимо пройти курс реабилитации. Лечение поможет ей получить возможность жить полноценной жизнью. В Кирове уже проведено 14 подобных акций, с помощью которых несколько кировских детей смогли получить помощь в оплате лечения. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова